Приветствую вас! Дефолт в Украине отменяется. Международное рейтингное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины по иностранной валюте. То есть из показателей так званого D, преддефолтный, подняли до спекулятивного уровня 2СС. Когда подпишут окончательно уже соглашение о реструктуризации госдолга Украины, сделают 1B, 2B вряд ли. Хотелось бы, но вряд ли вряд ли. Хотя, может быть, со временем. Помните, я самым началом говорил, что, ребята, ну не цитируйте глупость. Дефолт, ужас. Я говорю, прекращайте. Обычная процедура. Да, когда идет реструктуризация по всем правилам, международные рейтингные агентства должны опустить кредитный рейтинг, когда соглашение достигнуто или на стадии достижения, повысить кредитный рейтинг. Чистая процедура. Вообще, честно говоря, слово дефолт, когда ее поговорить, дефолт, дефолт. Я говорю, ребята, ну вы как смешны. Я уже не знаю, я такое количество видео сделал, объяснил, в чем опасность дефолта. Что такое дефолт? Не. Политик какой-то ляпнул или эксперт ляп, именно ляпнул. Поэтому не сказал. Сразу, ааа, вау, ве, ве, ве. Ребята, ненормальные. Ну, башкой своей думаете? Не, мы башкой не думаем, мы слушаем, что идиот сказал. Еще раз рассказывают насчет дефолта. И почему бы слово дефолт погаять. Да, действительно. Начались 90-е годы, шальные, ужас и так далее. Ну, СССР же развалился, сами понимаете. Потом, уже где-то после 95-го года, жизнь начала налаживаться. И в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане. И по большому счету, вы, конечно, подзабыли, ребят. Ой, подзабыли. А у меня помнить хорошие. 96-97 год. Была невероятная эйфория по поводу того, что экономика растет. Все хорошо, замечательно и так далее. Ну, после 92-го, 93-го, да. И действительно, людей тогда и в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане. Действительно, была определенная эйфория, потому что, ну, зарплату начали платить. Зарплата существенно выросла. Начали здесь за границу отдыхать. Не шопиться, отдыхать. Я шопиться, я уже не с кровчучками, а отдыхать именно начали есть. Бизнес пошел, предприниматель. Ну, то есть, ну, действительно, сложилось хорошее условие. Ну, квартиры начали покупать, обстановку, евроремонт. Это вот все 95-й, 96-й, 97-й. Это Украина, Россия и так далее. И когда в 97-м начался кризис в Юго-Восточной Азии, не помните. Ой, как вы ни черта не помните. Ой, память ваш слабенькая. Ой, какая, бедненькие вы мои. Что вообще черта помните. Кризис был локальный. Он был вызван тем, что вот эти вот юго-восточные или азиатские тигры перегрелись. Не, ну, в принципе, это и было ожидать. Они с 80-х годов рванули. Как раз, да, тоже Китай. И получилось так, что да, в 97-м году они начали сыпаться. Ну, выговорю, что поймите, кризисы, они бывают. Они постоянно бывают, потому что любой рынок перегревается. Любой рынок имеет кризис. А там действительно. И вот когда в 97-м году в Юго-Восточной Азии был кризис, тогда уже эксперты международные говорили, что он может затронуть Украину, Россию и так далее. Почему? Да, кризис локальный. Как-то, где Юго-Восточная Азия, где Украина. Но он затронул, прежде всего, развивающиеся страны. Когда начался этот кризис, ну, как вы понимаете, инвесторы, американские, европейские, там, японские, начали забирать деньги с развивающихся стран. Да, первонаперво, Южная Корея, Филиппины, Таиланд и так дальше. Индонезия. Там вообще кризисы были довольно-таки болезненными. Там был дефолт. Ну, что значит дефолт? Например, Южная Корея не могла погасить свои гособлигации. Филиппин, Таиланд, да. Кредиты не могли погасить. Это дефолт. Дефолт – это когда государственные ценные бумаги не могут быть погашены. Но, кроме государственных, бывают облигации, скажем, корпораций. То они тоже не могут погасить, потому что проблема в государстве и у нас проблема. А потом, ну, как бы, скажем так, уже рикошетом или рефлексом, уже в сентябре 1998 года в России было объявлено дефолт. Обращаю ваше внимание, что в 95-й, 96-й, 97-й и начало 98-го все замечательно. Зарплата растет, цены нормальные, все, люди отдыхают, гуляют и так дальше. Но получилась ситуация, что Россия тогда не смогла погасить свои гособлигации. Даже не в долларах, в рублях. Не удивляйтесь. В долларах там отдельная тема. Почему? Ну, проблема. Не, они там пытались, там их доходность повышали. Ну, короче, дошли до того, что Россия, повторяю, не Украина, Россия объявила дефолт по своим гособлигациям. Так само, как до этого, год назад объявляла Корея, Южная, соответственно, Филиппина и так дальше. Что значит объявила дефолт? Вот говорю, все нормально, дефолт. Ну, значит, понятное дело, что всех инвесторов, которые покупали российские акции, покупали, грубо говоря, российские облигации, государственные и не только государственные, ну, испугались. Ну, что значит, дефолт, испугались. Соответственно, начали массово распродавать российские акции, российские облигации, российские гособлигации и забирать валюту. Ну, соответственно, если массово забирают, курс валится, в стране ужас, ну народ в соответственности видит, что курс взлетает, бежит скупать доллары еще похлеще вот когда началось в России, после этого началось в Украине, ну сразу говорю, если наши экономики не были связаны, у нас такое не произошло но они были связаны, то есть, а вот Россия падает, Украина тоже, и у нас тоже возникла проблема, когда вот наши гособлигации, ну скажем так, начали массово распродавать при все нерезиденты и покупать валюты забирать, а у нас такой возможности нет, и тогда действительно руководство Украины принимает решения но у нас официальный дефолт не объявляли они сразу предложили реструктуризацию владельцам государственных облигаций, то есть ОВГЗ нерезидентов, причем было у нас довольно так, в отличие от России нам было более оптимально, ну скажем так, у нас было проще во-первых всем физлицам без проблем погасили все ОВГЗ, с процентом со всеми никаких не было юрлицам тоже самое, банкам, ну с банками сделали как, они просто провели беседу и предложили, что давайте так, вот если очередность будет, погашаем, а так досрочно не надо, банки как бы, там, понимаете, как сказать, узарственные банки, ну не узарственные, а крупные банки поддержали а нерезидентам предложили такой вариант ребята, мы вот эти облигации, которые не можем погасить, меняем так званые конверсионные облигации ну замену, и со временем погасить, они согласились они согласились, и фактически вот таким образом прошла реструктуризация но понятно, пока это все происходило вот эти все разговоры истерика, Россия, да, это повлияло негативно на валютный рынок и курс действительно в Украине, в 98 году, из 2 гривен, по-моему, 20 копеек вырос до 4,60, а потом уже и побольше вот это был дефолт то, что вы правильно поняли, здесь что произошло ситуация была абсолютно нормальная но непогашение государственных ценных бумаг в России спровоцировало проблемы на валютном рынке поняли? поняли по этой причине слово дефолт пугает теперь смотрите, в Украине война война бьет по экономике сильно это инфляция это эмиссия гривны это действительно девальвация это уже все есть война война вы понимаете, война уже и уйдет первое, второе, третье место уже все, проблемы и в этой ситуации когда руководство Украины сказало вот мы сейчас в этой ситуации для того, чтобы решить как бы проблемы с госдолгом реструктуризируем наш госдолг ну чего вы пугаетесь? ну уже и так до этого ну как бы события что? что тут такого? ну что тут такого? вы же поймите в 1998 году было все хорошо и когда оно произошло это действительно напугало а когда уже тут все плохо то что произойдет реструктуризация ну она никак не влияет на валютный рынок абсолютно не влияет война уже повлияла уже повлияла да реструктуризация сделаются да действительно кредитный рейтинг, в Украине повысить спорить не буду это тоже не повлияет ни на курс ни на что потом просто причине что на сегодняшний момент но поймите сейчас Украина ну и сложно что такое кредитный рейтинг кредитный рейтинг ну, через всего он нужен для того что если правительство хочет размещать государственные ценники за границей за границей прежде всего украине это большое значение имеет то хорошо если у вас высокий кредитный рейтинг Тогда вы можете размещать под очень низкий процент. Поняли? Не поняли? Мастер-голосы. Еще раз повторяю. Если государство, любое, ну, прежде всего, в случае Украина, хочет размещать свои государственные ценные бумаги, государственные, за границей, то, что мы называем еврооблигацией, то чем выше кредитный рейтинг, тем ниже доходно-соцарственных ценных бумаг. Вот только для этого нужно кредитный рейтинг. Только для этого вообще он существует. Понятное дело, что если кредитный рейтинг низкий, значит, доходность государственных бумаги высокая. Соответственно, ну, в таком случае, размещая государственные ценные бумаги, вы дорого платите. Поняли? На сегодняшний момент правительство Украины не планирует размещать государственные ценные бумаги. Вообще. Ну, в этом году однозначно, в следующем тоже маловероятно. Сейчас, пока на сегодняшний момент, ну, действительно, больше ставка делается на привлечение кредитов из США, Евросоюза и так далее. А эти кредиты ужасно дешевые. Они, как бы, это не рынок. Это немножко межпроизводственные соглашения. По этой причине, например, вот мы в Канаде взяли кредит на 20 лет, по ставке 0,01% воды. Ну, скажем, такая, ну, просто потому что это межпроизводственные соглашения. То же самое, к примеру, даже кредит, который США дает, там практически тоже очень низко. Но, опять же, здесь рейтинг уже никакого значения не имеет. Абсолютно. Закончится война. Все успокоится. Тогда, действительно, если кредитный рейтинг Украины, ну, подрастет будет 2 BB, будет. Вот тогда правительство Украины сможет выйти на международные рынки и размещать свои еврооблигации. И тогда, действительно, кредитный рейтинг будет иметь значение. Но это будет, ну, не знаю, наверное, в 2025 году, не раньше. А теперь мне объясните, какой, черт возьми, отношения вот эти, что я вам рассказал, имеют к вашим долларам, к вашей зарплате. Ну, хоть объясните, когда-нибудь. Ага. Вот то есть бы беда, что стоит политику ляпнуть глупость. А подумать своей башкой сложно, правда? Я так понимаю. Поймите, кризис 98-го года, если бы не в России, у нас тоже не было. Если бы не было дефолта, то, соответственно, доллара не пошло. Поняли? Ай, все равно не поймете, уже столько раз рассказывал.